В Екатеринбурге Аджинькидзевский райсуд огласил приговор черной риэлторши Ольги Хорошун, которая выманила у своих знакомых и подруг, в резонансном деле фигурирует 24 пострадальца, более 111 миллионов рублей, и уехала в Израиль на ПМЖ с мужем и сыном, правда позже вернулась с земли обетованной на Урал, чтобы ухаживать за своим престарелым отцом, и попала в руки правосудия. Как выяснили газетчики-комсомолки, еще задолго до суда и приговора, в начале нулевых Ольга Хорошун переехала из Новоуральска в Екатеринбург. Здесь она встретила супруга, сварщика Олега, родила от него сына, но перебиваться на зарплату бухгалтера не захотела, решила уйти на вольные хлеба. В риэлторском агентстве познакомилась с женщиной, которая позже стала ее лучшей подружкой. В 2008-м бизнес-леди открыли совместное бюро по поиску недвижимости. Бюро позже, правда, пришлось закрыть, и Ольга занялась перепродажей квартир. Деньги брала в долг у лучших подруг. Те даже в кредиты влезали, чтобы ссудить деньги в рост. После каждой успешной сделки риэлторша недельки через две возвращала долги и накидывала сверху 5%. Клиентов у госпожи Хорошун становилось все больше. Многие хотели по-быстрому подзаработать деньжат. И вся эта ново-екатеринбургская мавродевщина продолжалась до 2019-го. Как рассказал в суде один из пострадальцев, мужчина, потерявший больше 6 миллионов рублей, 22 мая вышеупомянутого года он пытался дозвониться до Ольги, но не смог. Вечером приехал к ее дому. А во дворе уралмашевской девятиэтажки застал толпу страждущих. Кто-то из людей поинтересовался у Сергея. Дескать, он Коли, и заметив его утвердительный кивок, сообщил, что она пропала. Мужчине предложили занимать очередь в толпе. Поначалу ходили слухи о том, что Ольга Хорошун обобрала своих клиентов на 300 миллионов. Позже сумма солидарного обмана скукожилась до 160 миллионов. В суде звучала уточненная цифра 111 миллионов 110 тысяч рублей. По версии следствия, подсудимая гражданка, создав репутацию успешного риэлтора, убедила клиентов передать ей деньги в долг под высокий процент и на короткий срок или же на условиях покупки квартиры для потерпевших. Как полагает следствие, и суд с этим согласился, гражданка Хорошун не имела намерений вернуть деньги потерпевшим. А потому судили ее за мошенничество с причинением гражданам ущерба в значительном, в крупном и в особо крупном размерах. Гособвинение просило для подсудимой 8 лет неволи. Суд остановился на 6. Режим общий.